Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна и сегодня поговорим о созревании цитрусовых. В Европе, как правило, с ноября месяца начинают созревать цитрусовые лимон, апельсин, мандарин. И как раз в то время, когда организму в зимний период нужны витамины, природа всячески способствует, помогает и дает прекрасный урожай цитрусовых. Продолжение следует... Они уже съедобные, немножко кислые, конечно. Вот здесь, где солнечное местечко, вот он уже оранжевый, на солнышке висит. Где больше в теньке листиками прикрыто, там, конечно же, еще зеленые они. Очень богаты витаминами и полезными веществами. Сами листочки, которые молодые, свежие, если потереть и понюхать, то они меньше дают аромат, чем листочки у того же лимона, либо мандарины и апельсина. Более сдержанный такой запах. Для фруктовых садов важен азот в почве. И он очень хорошо поступает, если, допустим, приствольные круги у вас засеяны клевером. Вот как здесь, например. Пышный коврик, он невысокий, он как раз-таки дает большое количество азота в почву, выделяет. И тем самым помогает фруктам вызревать. Апельсины созревают, они еще маленькие, зеленые, и набирают сок, набирают силу для того, чтобы всю зиму радовать витаминами и наполнять наши организмы. Вот, как я уже говорила, на апельсиновом дереве, вот на этих молодых листочках, более ярко выраженный аромат. И чем больше вы поливаете в этот период, тем быстрее созревают фрукты, больше набирает сока, сладким и быстрее становится. Но вообще весь этот период, с ноября месяца, в зависимости, конечно, от сорта дерева, с ноября месяца и по апрель, март-апрель, собирают фрукты именно цитрусовые, то есть всю зиму. Но вообще в Европе, хочу вам сказать, цитрусовые практически не едят около каждого дома. Цитрусовые дерева это либо мандарин, либо апельсин, лимон, обязательно, это как хорошая примета. Но их не едят, их оставляют для красоты. В принципе, ничем не обрабатывают особенно, то есть их кушать можно, но, по крайней мере, здесь у нас их не едят, не принято. Как вот у нас, допустим, если яблоки растут, сорвал, съел. Здесь такого нет. Нет, они оранжевые, красивые, как игрушечки висят на яркой зелени. Цитрусовые перечисленные, это вечно зеленые растения. И поэтому очень красиво, декоративно смотрятся для оформления дома, входа перед домом. И редко-редко, когда пойдут и сорвут, допустим, сделают себе сок свежевыжатый, в основном любуются красотой. И также не только перед домом выращивают апельсины, мандарины, все эти фрукты, но и вдоль дороги вы можете в городе также идти и видеть посаженные клумбы, допустим, с цитрусовыми деревьями. И никто не будет мимо проходить и обрывать их и кушать. Хотя это обычные фрукты, которые мы покупаем в магазине, для еды употребляем. Сейчас в этот период созревания уже, в принципе, никакие особенные там подкормки не вносим, только полив и все. То есть подстрижка была весной сделана, формирование в виде зонтиков. И дожидаемся фруктов. Вот можете посмотреть, о чем я вам говорила. Те созревшие мандарины, которые висят дерево сзади меня у соседнего дома, они не снимаются. То есть сформировано дерево в виде гриба, в виде шарика. И они прекрасно дополняют внешний вид дома. То есть такой дизайн дома. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам вкусных фруктов и овощей на ваших участках. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин